всем привет друзья сегодня покажу кусочек того что я умею чем я занимаюсь обычно занимаюсь имотами швейного оборудования некоторые знают швейного оборудования производственного на фабрике а это как бы большие колынчики принесли мед такого пациента ржев старый такой аппарат очень интересный покрашен старый советской краской такая вот у нас есть имеется я уже перебрал здесь вот все починил винтиков не хватает она будет еще это почистить смазать в общем походу кто-то ремонтировал который не волокет ничего в ремонте такие вот такого оборудования таких машинок потому что она вообще где-то них валялось долгое время от ремонта ремонтник и и клинева сейчас крутится вертится вот эта часть бросия издоблена просто иголкой в хлам и загнутые сюда то есть после чего-то ремонта вообще перестал работать нашла причину почему здесь вот есть болтик который там должен быть еще это должен был быть стопорный болтик вот видно сбоку его стоял чтобы иголку нас не проваливалась вверх видимо не потеряли сумму ли гоку она у них засунулась до конца они полилили сюда опустили игловод глава тут вылезть чуть ли не на километр стал добыть по челноку и в итоге все раздолбалась рассинхронилась теперь он эту часть маленько уже шаманил теперь крутится вертится вот так сейчас займусь вот этой хреновиной запор запад для шпульки очень интересный механизм как-то уже скидал видосик он работает так фиксируется так откидывается болтам было видно что срывали эти болты тут они сорваны шлицы внутри было видно что это лес чинил насчет года я так не знаю что разбирается судят по этой маркировке это 45 год а может просто серийный номер не уйдет книжечка вот такая вот древняя интересно конечно покопаться мне почему-то открывается она в эту сторону любились обложки не хватает следующем видео я покажу уже в рабочем состоянии что кому интересно ставьте лайки посмотрим как она шьет будет ли она вообще но будет шить слава богу здесь не все раздолбали так что должна шить я пока с вами прощаюсь удачи всем пока